Дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости, случайно заглянувшие на мой канал. Всем доброго времени суток! С вами Лилия. Сегодня заключительная серия с украшениями для Татьяны. Буду делать брошь с чароитом. Но прежде чем приступить к броши, я хочу вставить здесь аудио сообщение от Татьяны. Давайте его послушаем, затем продолжим. Добрый день, Лилия! Я посмотрела видео. Как всегда, все безупречно. Я всегда заслушиваюсь. Мне так нравится, как вы говорите. А какие украшения красивые. Они уже все у меня. А я смотрю видео, и у меня такое чувство, как будто я их вижу первый раз. И мне хочется их иметь у себя. А они у меня уже. Иди, бери, надевай, носи. Я, собственно, так и делаю. Я их с удовольствием ношу. Мне на работе столько комплиментов говорят по поводу украшений. Как мне это нравится. Как мне это приятно. Я хочу, чтобы вы передали благодарность мою всем, кто пишет комментарии к вашим видео. Я их читаю. И мне так радостно, что не только мне они нравятся, а еще многим женщинам нравятся. И мужчинам тоже. Там мужчины комментарии вам пишут. А особая благодарность женщинам, кто придумал название к этим украшениям. Благодарю всех. Я выбрала следующее название. Кулон с опалом. Название «Середина лета». Украшение с кулоном с хантигиритом. Название «Таежный роман». И третье украшение – кулон изофита. Название «Озеро надежды». Вот так я определилась. Всем огромное спасибо. Я тоже хочу вас поблагодарить, дорогие мои, за теплые комментарии, за вашу поддержку. Спасибо, что вы со мной. А теперь приступаем к броши. Мне нужно сделать брошь с чароитом. Из кабошонов, подходящих для броши. То есть это овальное, круглое. Татьяна выбрала круглый. Чем-то он понравился больше остальных. Вот давайте на него посмотрим. Он небольшой. Чистый цвет такой. Красивый. Остальные овальные, покрупнее. Каждый кабошон со своим рисунком. Они все прекрасны. Ими всеми можно любоваться. Вот такие красавцы. Ну, Татьяна захотела сделаться из кругленького. Приступаю к работе. Кабошон я обшила. Обшивала и буду работать дальше. Вот такой деликой с Алиэкспресс. Мелкий бисер номер 15, которым я заканчивала обшивать кабошон внутри. Это номер цвета 151 из магазина Мелодия бисера. Зачем-то обрезала фетр. Думала, сделаю зубчики. Вот такой цвет хотела применить для зубчиков. И будет хорошо смотреться. Но нет, все равно она маленькая получается. Прям пуговица какая-то. Надо что-то добавить. Здесь исправить легко. Наклеила еще на один слой фетра. Так даже будет лучше. Брошь будет повыше, объемнее. Что сюда можно применить? Мне понравились вот такие граненые бусины. Они сиреневато, приглушенного цвета. И это хорошо, чтобы не были ярче чароито. Не хотелось бы забивать камень. Граненые бусины пришила и хотела вот такие дорожки добавить. Мне не понравилось. Я распустила. Затем я стала примерять по три бисерины между бусинами. Через одну. Я набирала номер 15, 11, 15. В середине 11 номер бисера. Через него я планирую прокладывать дорожки. Половину вот я уже сделала. Вот так выглядит. И меня устраивает. Мне нравится. Вот смотрите. Нить выходит с одной стороны бусины. Я примерила. Мне нужно здесь пять бисерин. Я набираю их. Вхожу в среднюю бисерину 11 номера. И снова набираю пять бисерин. И опускаю дорожку. Уже с другой стороны бусины. Так прохожу всю окружность броши. Ну вот так это изделие становится похожим на брошь. Переходим на тыльную сторону. Приклеила замок, кожу. Нить Fireline довольно длинная у меня оставалась от обшивки бисером. Мне бы хватило этой нити сделать заделочный шов. Но тут мне снова что-то не нравится. А именно. Очень не люблю, когда нить сильно видна на коже. Мне нужно было подумать об этом заранее. Кожа серого цвета у меня есть. Она вполне могла бы подойти под сиреневую брошь. Я не знаю, почему мне нужно было наклеить именно эту бежевого цвета. Теперь уже кожу я не могу поменять. При другом раскладе я бы взяла моно нить прозрачную, чтобы ее вообще не было видно. Но у меня есть вот эта нить. И вот здесь сняла один цвет. Вот такой вот. Полностью вот сколько было этого цвета, я его размотала. Вот здесь, думаю, это будет приятнее смотреться. Это же нить очень хорошая. Поэтому начинаю оплетать вот этой нитью. Как видите, разница налицо. Ну, в данном случае и наизнанку. Поэтому я продолжаю обшивать вот этой нитью. Видите, она почти незаметна. Приятный цвет такой ложится, который не бросается в глаза. А серая нить в данном случае сильно отличается и мне не нравится. Файрлайн вообще исключительно замечательная нить. Она намного тоньше, конечно, этой. Но вот в данном случае она мне просто не подходит. Я подошла вплотную к этому месту, с которого начинала нитью файрлайн. И посмотрите, какая разница. Как эта ниточка здесь смотрится нежной, почти незаметно. И как бы смотрелся чистокол вот из этих серых. Так называю, потому что он действительно был бы очень заметен. А сейчас я эти несколько ниточек распущу. И уже закончу вот этой нитью. И вот брошь готова. Вот так она выглядит. Как видите, я здесь добавила еще один ряд сверкающих граненых бусин, подходящих по цвету. И теперь моя брошь похожа на тортик. Очень нежный, вкусный тортик. Давайте посмотрим еще раз на эту красавицу с чироитом. Я старалась обшить так, чтобы не забивать красоту камня. Все в тон и даже более приглушенный тон. Здесь вся красота в чироите. А чироит восхитительный. Давайте посмотрим, что я здесь натворила и зачем. Брошь приколола на фетр, приклеила петлю. Я сделала для этой броши индивидуальную шкатулочку для хранения. Как я делаю такую шкатулку, у меня есть видео на канале. Кому интересно, можете посмотреть. Я наполняю шкатулку бумажным наполнителем. На этот наполнитель укладываю планшет с брошью. Планшет по размеру коробочки, поэтому плот наложится и не двигается. При транспортировке брошь очень хорошо доедет. При необходимости брошь можно легко извлечь, потянув за петлю. Дома при хранении броши уже нет нужды каждый раз прикалывать брошь к фетру. Но потянув за петлю на планшете, брошь приподнимается и как бы просит хозяйку. Возьми меня с собой, приколи на свою одежду. Ну что, друзья, мне осталось показать вам, в какой упаковке я отправила весь заказ Татьяне. Дело в том, что все эти вышитые кулоны и браслет занимают больше места, чем обычные бусы. Я искала коробку, в которую смогу уложить комфортно все украшения. Подходящего размера нашла только вот такой золотистого цвета с окошком. Есть окошко, значит там должно что-то красиво проглядывать. Все украшения я переложила мягким прокладочным материалом, уложила в коробку, чтобы при транспортировке ничего не двигалось, не смещалось. Но если посмотреть в окошечко, выглядит все это некрасиво. Есть окошечко, значит оно должно смотреться красиво. И тут начинает работать фантазия. Попались мне на глаза бабочки. Я приклеила бабочки. А бабочки должны сидеть на цветочках, на травке. И тут я подумала, что место в коробке все равно остается. Нужно будет еще чем-то дополнять, чтобы коробочка была полная. И я решила положить вот такой декоративный наполнитель. Он уплотнил, дополнил всю коробку, чтобы там ничего не двигалось. А когда закрыла, смотрите, какая красота. Бабочки сидят на траве. Эти кадры я уже показываю, когда Татьяна получила посылку. Зачем? А чтобы не обрадовалась раньше времени. Если вы улыбнулись, я очень рада. И на такой позитивной ноте я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok